И тогда позвольте мне начать уже специальную итоговую церемонию конкурса рецензий и статей на произведения в жанре фантастики «Фанфритик-2013». Я даже сумела это выговорить. Итак, конкурс проводится в книжной ярмарке Декокрупской уже девятый раз, между прочим. И количество работ, поданных на конкурсе, увеличивается, география все расширяется. Но об этом я скажу чуть позже, а пока напомню, что задачей конкурса является улучшение качества критики в сфере фантастики и принимается работа на конкурс в двух номинациях – это рецензии и литературно-критические статьи. Соответственно, призовой фонд конкурса составляет 36 тысяч рублей. В номинации статьи у нас только одно призовое место – первое, приз 12 тысяч рублей. В номинации рецензии три призовых места. Соответственно, в призы 12, 7 и 5 тысяч рублей за рецензию. И в этом году еще объявлен дополнительный приз от издательства «Снежный ком». «Снежный ком» объявил, что если лицензия на книгу, выпущенную этим издательством, получит первое место, то ее автор получит приз от издательства «5 книг на выбор», за второе место получит три книги, а за третье – одну. «Снежный ком» также вручит денежный приз симпатии издательства вне зависимости от того, кто будет признан победителем конкурса. То есть, из тех двух рецензий «Снежного кома», вернее, двух рецензий на книги «Снежного кома», которые вошли в короткий список, какая-то одна получит приз симпатии издательства. Кроме того, приложение «Снежный ком» в независимой газете будет публиковать те рецензии, которые его редактор Андрей Щербабжуков сочтет достойные публикации. Это тоже будет своего рода призом в конкурсе. И, по-моему, весьма и весьма оценно. Итак, по поводу географии конкурса и сколько текстов поступило сейчас, коротко скажу. В этом году в оргкомитет поступило 72 текста. Это, кстати, на треть больше, чем в прошлом. Но к конкурсу было запущено всего 69. 48 лицензий и 11 статей, потому что часть текстов были дисквалифицированы по разным причинам, несоответствия условиям конкурса. Еще три лицензии уже в процессе работы оргкомитета над первым туром были дисквалифицированы за раскрытие авторства. Одна статья была оставлена, вот Антон Привушин заметил, что там, да и не только Надежда, там очень легко вычислить автора. Но мы понадеялись, что раз статья сама по себе неплохая, а хороших статей у нас были не сады, мы решили, что члены жюри не полезут специально выяснять, кто был автором сохранят анонимность. Поэтому вот это был такой скользкий момент. Мы оставили. Вот Василия Владимирович считает, что она вообще безобразна. Хорошо, это обвинение Василия Владимировича будет записано в протокол. Итак, а по поводу географии, у нас конкурс так традиционно почему-то уже, по-моему, перенесся в регионы, и в основном у нас присылают рецензии и статьи участники из различных регионов России, что в общем очень радостно. Плюс еще участвуют ближние зарубежья, это Украина и Белоруссия традиционно, а в этом году прибавились Эстония и Израиль, то есть мы так выходим постепенно на международный уровень. Пока, правда, все свои. Так, я считаю, что Эстония и Израиль тоже где-то близко очень к России, по крайней мере. В Аргентине тоже наши есть. И в Аргентине, скоро мы и в Аргентине обязательно уберемся. В этом году у нас участвуют Уфа, Орел, Иваново-Тверь, Волгоград, Челябинск, Омск, Калининград, Саров, Нижегородская губерния, поселок Сибирский Огни, Алтайского края, Днепропетровский, Ивск-Минск, Сталин, Апко в Израиле и еще несколько... А, Рязань, насколько я помню. В общем, огромное количество городов российских и зарубежных. И мне очень нравится, что участники из этих городов предоставляют тексты, которые по уровню превосходят во многом тексты, которые предоставлены столичными участниками. А столичных в этом году совсем мало. Пять из Петербурга было рецензий текстов и два из Москвы. Вот, собственно, и все. Это из 59 текстов. А, вот так. Ну, а теперь после этого представления о рецензии текстов я представлю самое главное для жюри конкурса. Потому что если есть доверие к жюри, и если есть доверие к профессиональным навыкам жюри и к их мнениям и оценкам, то, естественно, и конкурс тоже вызывает большое доверие участников. Итак, наши жюри традиционно возглавляет писатель и критик Андрей Дмитриевич Балабов. Также традиционно в жюри входит Василий Владимирский. Критик Андрей Дмитриевич Балабов. И еще у нас два участника жюри, большие жюри, которые здесь не присутствуют традиционно, но присылают свои комментарии в искреннем виде. Это Андрей Щербакжуков, редактор приложения Цибирь СНГ. И Роман Арбитман, прозаик, критик, тоже вам всем хорошо известный. Итак, как вы помните, но на всякий случай напоминаю, Оргкомитет из всего количества рецензий отбирает и текстов, и статей, отбирает несколько, около десятка рецензий в короткий список и несколько статей. В этот раз в короткий список было отобрано 13 рецензий и 5 статей. Тексты эти подаются членам жюри под номерами. Кстати, Оргкомитет, кроме меня, не видит тоже автора, когда отбирает рецензии в короткий список. То есть вот до сегодняшнего момента, пока не будет объявлено здесь, авторство рецензий и статей известно только мне, а и никому не долго. Так что можете быть уверены, что все абсолютно анонимно, за исключением вот одного у нас такого скользкого случая. Но вижу, один член жюри и не поленился. Один член жюри не поленился, да. Что прекрасно, наверное. И поскольку статьи и рецензии... Я с ним в разведку пойду. Передаются под номерами, они оцениваются по 12-бальной системе, потом все эти баллы суммируются, и по количеству баллов появляется победитель. В том случае, если бы у нас один текст получил одинаковое количество баллов, то Андрей Дмитриевич Балабуха решил бы его судьбу. Но в этом году у нас, хотя разница, градация между баллами невелика, но она все-таки есть, и у нас есть совершенно явные победители. Но начнем мы традиционно не с ним. И я предлагаю начать сначала со статей, которых меньше, чем рецензий. И мы будем традиционно называть статью количество баллов. Затем члены жюри будут комментировать эту статью. И в самом конце, когда уже все невецеприятные высказывания прозвучат, я назову автора. А если лицеприятные, я назову автором, будет хорошо. А если лицеприятные, а где вопрос такой автора ввести? А кто узнает? Может, будет есть. Я же говорю, что я храни секрет, я убью это делать. Редко я не знаю. Итак, в номинации «Литературно-критическая статья» 39 баллов получила статья номер 11 под названием «Фантастика и джаз». В параллели сходятся. Пожалуйста, ваши комментарии. В каком порядке? Мне бы не хотелось начинать, у меня все комментарии короткие, потому что сразу скажу, что в этом году я очень разочарован статьями, всеми без исключения. И поскольку ругаться я не люблю, я буду кратер, что начинайте, пожалуйста, не с меня, а это будет мое буду краткий и, наверное, мало собирать. Ну, ты же уже и начал. Скажи, не люблю? Ну, нет, не совсем там, как бы надо, так сказать, сейчас я пробегусь, значит, попробую зачитать, что я понимаю. Значит, здесь, на самом деле, вот по этой статье я скажу следующее, что как бы уже вот сама эта концепция, как бы, как вы рассматривали на материале, ну, я рассматриваю совершенно очевидную натяжку, вот, притянутая, абсолютно притянутая за уши, как бы, так сказать, все эти самые вот, как бы, сопоставления, вот вся эта логика, так сказать, и из источников, и, соответственно, статьи на эту тему, потому что, как бы, параллели, так сказать, там, джаза и фантастики мне видятся, так сказать, и книг не в том, наше им, так сказать, авторов показывают, потому что, грубо говоря, здесь все-таки в основе джаза, так сказать, дезимпровизация это ничто, вот, а фантастика, так сказать, такая, она все-таки, так сказать, в первую очередь базируется, так сказать, там, импровизация, в импровизационных моментах довольно мало, то есть импровизирует, так сказать, автор выжимовое, вот, но, так сказать, выдумка это только первый шаг, так бы, а дальше все, так сказать, должно быть весьма теоретическое, по серьезному, налогично выстроенное и структурированное, вот, это первое мое соображение. Второе мое соображение в том, что, не, так сказать, тема, в данном развороте подана, не, так сказать, авторы, так сказать, которые здесь упоминаются, так сказать, ну, которые здесь ссылки не известны, это абсолютно неинтересно, более того, так сказать, рассуждения в частности господина Перновера, который, так сказать, весьма почти цитируется, но, вы знаете, они, по-моему, просто смехотворно и как-то в сервисах рассматривается я не считаю бы себя нужно, хотя я конечно не достаю большую эсперкульность джаза достать, но мне кажется, что это просто, во-первых, это весьма примитивно, и во-вторых, в общем, достаточно, ну, как бы так, понимаете, как говорится, вы бы еще на Дарью Донцову составляли, спасибо. Ну, я поддерживаю мнение, действительно, статьи в этом году, которые не шли в финал, я читал разные статьи, которые были, надо сказать, в принципе, на конкурс, я считаю, что возможно, что выбор был не совсем оптимальным, но это мой личное мнение, да, у нас все-таки есть, как бы, отбирают статьи в финалов, поэтому мы их мнению доверяем. Все касается этой конкретной статьи, то она, говорит, все, конечно, сумбурное, написано очень статистически неровно, читать, это реально было тяжело прорываться в связи с ограбождением, в общем, в принципе, идея автора понятна, что он хотел сказать, но плохо подкреплено анализом, вы посмотрите, я даже процитирую, шоу Сандра с участием пришельцев Сатурна и космических крыльных ветерах, я не видел ничего, не сказать не могу, по позиции же ему, к примеру, на генянце плутония и космический жар, слушал особых восторгов они не вызвали. Ну, то есть это уровень динамитики из-за детского сада. В общем, в самой статье повеяло такие, знаете, с советским фотостыковедением, когда нам рассказывают о вещах, которые мы не читали и не прочитаем, ну, мы должны автору поверить в том, что это все хорошо или плохо, ну, у меня было четкое ощущение, что читаю статью советских времен, потому что эти тексты, на которые ссылаются автором, ну, ребята, если бы в советские времена такую статью о публиках, ладно? Ну, я не говорю, ну, я бы вырослась с собой, я бы сам подходил. Кроме того, автор все время признается, что, цитирую, я не настолько компетентен в этой области, чтобы яростно спорить и со всем соглашаться. Зачем он вообще тогда все осуждает на этой теме, если он это понимает? Хотел поставить вообще не шибал из возможных, Костя? Нет. Он мог по-прежнему сейчас. Но, поскольку работа проделана, сделай некий перевод, то проделана большая работа четвертая. Наверное, я тогда, я действительно пускраток, во-первых, я хочу сказать, что я не уверен, но у меня создалось такое впечатление, что... Азия, человек, есть здесь? Понятия не имеет. Значит, что эта вся статья, она построена вокруг фейковой книги. Я не уверен, что вообще существует такая книга, как «Споператив Джаз Фри Фикшн», поскольку эта книга якобы издена по системе «Принт-он-демант» неким университетским издательством. Вообще, рецензия на фейковую книгу, псевдорецензия, что представляет собой эта статья, это сильный прием. Мне кажется, что он совершенно неоправданный, да. Текст местами сунгурен, явно не вывешивался. Тема, безусловно, интересная, но, как бы уже сказано, в общем, не проработанная. Нет парадоксальности в выводах, нет обоснованности того, что, собственно, говорит нам автор. В данном случае, если это фейковая статья, она совершенно необходима проводить к каким-то парадоксальному мнению. Ну, оценку я поставлю высокую, еще фактически кашу, как-то с ней, ну, несоответственно, скажу. Вот меня, например, сильно кольнуло, здесь не одна такая кашу, к меня кольнуло, вот, например, упоминание, что Фурио Картаса известны знаменитые в конце XX века аргентинецы. На самом деле, самое известное его произведение, написанное в 50-е и 60-е годы, 60-е годы — это пик популярности магического реализма в Европе, это, пардон, не конец XX века. Ну, это вторая половина. Вторую половину можно считать кольцом, если первую считать начало. Вот примерно такая лобинка всей этой статьи. Сколько ты поставил? Я большой, высокий балл. Мы, на самом деле, можем, то есть при желании можно называть количество баллов, которые поставил каждый член жюри, это зависит от нашего личного желания. Я, наверное, сейчас зачитаю отзывы Романа Арбитмана и Андреича Бакожукова, а потом Андрей Дмитриевич подведет итог. И это итог. Итак, Роман Арбитман, он, видимо, прочитал мысли Василия Владимирского. Если рецензируемая книга не выдуман рецензентом, тем хуже для книги. Перед нами нудноватый пересказ процепций, высосанных из пальца. Рецензент признается, что в джазе сам не очень разбирается. С автором книги, мягко говоря, далеко не во всем согласен. И, собственно, большинство рецензируемых книг не читал. Спрашивается, зачем вообще выбрал рецензию эту книгу. В порядке мазохизм? В общем, балл тоже невысокий. Андрей Чербакжуков пишет следующее. По сути, это не статья о рецензии или вообще реферат. Автор пересказывает молодоступную, не переведенную на русский язык книгу. Иногда комментирует. Но текст интересен и полезен российскому читателю. Книга-то недоступна. Да и читать книгу целиком не каждый захочет. А тут добротный, вполне качественный пересказ. Поэтому, несмотря на скромный балл, я бы хотела поговорить о возможности публикации этого материала в газете. То есть, все-таки, некоторая польза от этой работы есть. Андрей Дмитриевич? Мне, наверное, сложнее всего, только усилить, что итогов я подводить не буду. Итоги подводят за подсчетом баллов. Да я сразу говорю на все оставшиеся случаи. А так вот, свой ботом с аппаратом, это да. Ну, я очень третий, значит, среди присутствующих, кто тоже посчитал, что эта книга, которая здесь поминается, она, ее существование никого под вопросом. И, в общем, я согласен, наверное, со всем плохим, что об этом было сказано. Ну, мне хочется сказать о том, хорошем, чего здесь не было сказано. Ну, вот тут я чуть не совсем согласен с глубочейшим, но и почитаемым Димой Вересовым. Связей между фантастикой и джазом гораздо больше. И не только фантастикой, кстати. Я все время писал одну статью, где я проводил параллели между фаизией и джазом. И тоже, между прочим, там было страшно и интересно. Здесь то же самое. И импровизация в фантастике не только на стадии формирования замысла, а логика в джазе при всех его импровизациях, любого самого... Но, извини меня, какой может быть свинк без единой логики всего в целом? Нету. Точно так же Дима. И поэтому на самом деле эта связь есть, выявить эту связь страшно и интересно, хотя бы по той причине, что популярность джаза и популярность фантастики в Штатах аналогически совпали. И ей-богу, это не случайность. Ни одна сволочь об этом еще не сказала. Более того, там, не знаю, сама Дизи, Белески и Хайлайн в своих областях получили примерно одинаковые рейтинги. Понимаешь, вот интереснейшие вещи происходят. И действительно, здесь есть предмет. Я автору поставил достаточно высокий балл, чего не скрываю и не стыжусь, только заодно, что он, прогадивший абсолютно все, что здесь можно было прогадить на самом деле, но тем не менее он зацепил проблему. И если кто-то другой, следующий об этом напишет, буду аплодировать всячески. Но уже напишет все Дизи. Но здесь просто за то, что вот эта тема задета, спасибо ему. Дикс. Ну вот, собственно, именно за то, что автор затронул тему интересную и полезную российскому читателю, диплом за статью «Фантастика и джаз параллель сходится», вошедшую в короткий список конкурсов «Кранд Критик», идет в город Иваново, в Адерию Акулову. А. Я не обозначил. Акулово, да. Я не обозначил. Хотя обычно я узнавилась. Я подумала, что Антон-то узнает, конечно. А у меня было подозрение и ноль уверенности. Честно. Вот мелькнуло в один момент. Думаю, нет, не похоже. Ну вот, тоже легкая интрига у нас всегда существует в этом отношении. Следующая по количеству баллов статья. 42 балла она набрала. Это статья номер 47 под названием «Эволюция жанра. Альтернативная история в российской фантастики». Давайте мы тогда в том же порядке и будем рассказываться. Вы знаете, мне, так сказать, нужно просто чисто технически, поскольку я не знаю, как в каком порядке статьи будут обсуждать, но время на... А вот тогда Антон может быть начнёт? 16-й, да? 47-й. А, вы просто идёте по другому. Я идёте по количеству баллов. Я идёте по количеству баллов, да. Это жанр для истории в российской фантастики. Я не ставлю оценку за этот текст, потому что Артём, я всём не по его уважению, он рассекретил своё авторство. Но он это сделал не в прямую, то есть вам было сказано в нашей статье, которая была опубликована на «Таму-таму». Почитать, в своей статье, я же это специально вынес в своём комментарии, в своей статье, помню, 21-й век, 12, 12, мы с автором утверждали, что эти писатели соблазнились, ну и так далее, 12, естественно, ссылку в списке литературы есть. То есть, если захочешь, можешь найти, прям того там... Да нет, тут же найти, тут же текст, там же есть. Ну, я бы хотел сказать, что на самом деле, по сравнению с другими статьями, которые вышли в финал, эта статья более-менее профессионально написана, если бы я оценивал, оцениваем себя. Значит, вот теперь я готов сказать, вы уж извините, что я, так сказать, прошу быть вторым, а не первым, просто по техническим причинам. Значит, на самом деле, мне, так сказать, по барабану, там, опознаваемо, не опознаваемо, я думаю, что ненейский балл получил именно вот по этому фактору, как бы только. Потому что, разумеется, из статьи представленных, это лучшее. Вот. Это однозначно совершенно, так сказать. Я не говорю, что она хорошая, но из представленных она лучшее. Значит, дело тут в том, что на самом деле, так сказать, вот вообще вот эта альтернативка, как бы, так сказать, почему она таким пышным цветом цветет, и, в принципе, вот это закономерно, да, по той простой причине, что, так сказать, вот корни-то у нас в мозгах этой альтернативки всегда, особенно у, так сказать, русских, да. Дело в том, что, так сказать, когда мы рассуждаем, так сказать, вот в любых рассуждениях, будь то, так сказать, они, не знаю, за пивом там, на кухне, так сказать, в каком-то сообществе, значит, всегда, так сказать, вот однозначный звучит вывод о том, что вот у нас там все, так сказать, так как-то, так сказать, теплово строится, потому что, так сказать, какой-то несостоявшийся вариант, он был, конечно, лучше, чем тот, который состоялся. И, грубо говоря, как бы, так сказать, на самом деле, любой, На самом деле, наши симпатизанты русской истории, это все эти узоры, начиная от какого-нибудь древянского князя Мауа до Лаврентия Павловича или Руслана Мурановича. Это всегда некий светлокошкий, всякая могива. Отсюда у нас попаданцев Тенснея, отсюда у нас то и сё. Тут вопрос в том, что здесь он оправдан, но другое дело, уровень большинства альтернативок, это надо уметь выстроить ещё. Я, честно говоря, при том, что сама по себе тема не просто продуктивная, а сверхпродуктивная, ну вот как-то чего-то такого, чтобы меня убедило, что действительно эту альтернативку стоит на ней подумать, и как бы она фундирована на чём-то. Я, как бы, таких примеров особо не нахожу. Вот. Но на самом деле, что в статье понравилась, по-моему, какая статья тема, это то, что, в общем, мне кажется, революция жанра пока что рассмутана. Но и, в общем, акценты, как бы, смысловые, так сказать, в этом вообще доставлены правильно. Так что я, если статья старого 1-12 года, это первое место. То есть, вот, всё. Наверное, мне надо следующего, да? Я хочу сказать, что худшие статьи среди прошедших финалов я не видел. Я поставил ей минимальный балл, но я был добрый на сей раз, я ей поставил аж целых 3 балла, по-моему. Конечно, она заслуживает менее высокая оценка. Но, значит, рассказываю, значит, статья по содержанию ярко антизападного общества. Как большинство наших антизападников, автор не очень хорошо владеет русским языком. Ну, с пренебрежением относится к русскому языку. Так именно потому. Он же антизападник, он должен был из-за минофилов, он должен был из-за минофилов, он должен был изучать родной язык. Но, раз уж и любите, славянские противоречия. Я, конечно, высказался по поводу фамилии этого автора, его славянофильства, но я не буду, это не политкорректно. Да, значит, он просто пишет на довольно дурном псевдо-научном служнике, имеет уже довольно долгое бытование, метафора нашего мира, но это еще как можно. Мир, повторы постоянные. В первый раз подобная рефлексия опосредуется массовой литературой. Он сам-то понял, что сказал. Если это разобрать просто по словам, эту фразу, это полный бред. Сюда же примыкает не являющийся полноценным произведением, полноценным литературным произведением эссе Сергея Переслегина. Ладно, бог с ним, с Сергеем Переслегиным, но эссе это не литературное произведение, это не жанр литературы, по-голуриану, да? Замечательно. Ну, это справа. Вот это справа. Вообще-то это жанр. Это жанр. Если он по поводу Переслегина высказывался, хотел к нему Переслегина, ну это как бы еще понятно. Берег, только... Материал, с материалом плохо поработал, плохо. Вторая болевая точка, гражданская война беспокоит воображение наших современников не так сильно. При этом, значит, среди перечисленных авторов почему-то отсутствует, например, Андрей Валентинов, у которого три или четыре романа посвящены, сильнейшие, наверное, его романы посвящены как раз попаданцам в эпоху гражданской войны. Причем это, на мой взгляд, лучший роман в попаданцах, лучшие романы альтернативно-исторические, написанные на русском языке за последние лет десять. И последняя, последний гвоздь, крышку гроба господина Гавриана, Гавриан, да? Гавриана. Василий, мне это стоит раскрывать, а? Ну да, автор сказал сам, раскрыл, виноват. Это оформление библиографии. Я бы не издаваляющие, ну, граждане, друзья, коллеги. Соратники, начальники. Ну, за такое надо пороть на конюшне. Человек, который пользуется псевдонаучным служиком, и не взял на себя труд ознакомиться с правилами оформления библиографии, он заслуживает, по-моему, сурового осуждения со стороны научного сообщества. Спасибо, я кончил. Как мне у вас хорошо. Я живу по старым правилам оформления, потому что новый мне лень учить, а я не ученый. Тем более, что этих новых, они... Нет, почему они сейчас таки? Давайте мы начнем немножко попозже. А сейчас я зачитаю мнение романа Арбитмана. Автор заранее отбрасывает фактор художественности. Это позволяет ему причислять к литературе такие угодные примеры проявления коллективного бессознательного, как роман Андрея Максимушкина или Федора Березина. Впрочем, судя по тексту, и сам автор статьи с художеством словом принципиально не дружит. Я не буду цитаты приводить, которые привел Роман Арбитман в своем тексте, но, в принципе, я бы сказала, что, наверное, они с Василием Владимировским писали свои отзывы вместе. У меня такое чувство, потому что практически один в один по смыслу. Что пишет Андрей Щербак-Жуков? Отличная статья. Все четко и убедительно. Как будто специально соперничать с предыдущей. Это статья номер 19 коллективной Тарли, которую мы еще не обсуждали. Вплоть до хруста французской булки от непоименованного Виктора Пелениагры. И в этом соперничестве побеждает. И Андрей Щербак-Жуков поставил эту статью 12 баллов. То есть он с Дмитрием Вересовым согласен в том, что это лучшая статья. Я не считаю, я не сказал, что это отличная статья. Я сказал, что она плохая, но лучшая и существующая. А, вот это статья, уточните. Андрей Вересович, Машин. Ну, на мой взгляд, вообще, честно говоря, по крайней мере, в этом году ставить кому-то 12 баллов я бы для себя счел преступления, потому что мы не одна работа. В принципе, не достигивая, а искать можно, что-то не предварив, абсолютно-то не относительно. иначе можно, извините меня, сказать, что это первое из глушек. и дать ему радостно было, что, в общем, не справедливо было. Но я, очевидно, занимаю позицию промежуточной. Ну, во-первых, скажем так, тут опять же, вопрос немножко, вопрос для Кеницы. Я бы не рассматривал это, на самом деле, как статья. Это, на мой взгляд, попытка, ну, не самая удачная попытка, обзора по данной теме, потому что собственные суждения автора и вывод, и скомканные, и короткие, и, вообще-то, жалостные по интеллекту. Как обзор некоторый. Да, наверное, это возможно, хотя он страдает неполнотой, кто-то мог бы, по этому поводу, добавить то и сё, что, ну, возможно, возможно, но нет, Хольба-Ванзеевич, полнота. К сожалению, вовремя, кстати. Прости, пожалуйста, что он не только антизападников, он и антивосточный. Поэтому, извини, пожалуйста, естественно. Но, всё-таки, вот, один плюс, наверное, я в этом могу отыскать. Причитая эту статью, она, наверное, будет, мне, иногда кажется, что автор здесь оставил след воздействиям на руководство. Причитая эту статью, он, по-тречисленной книгой, мне читать заведомо не захочется. Я думаю, он достиг своей цели. Если бы этот отзыв я знала раньше, возможно, он бы вошел в формулировку диплома. Но я просто, на самом деле, выбрала единственный положительный отзыв об этой статье и дипломом номинации «Литературно-кратическая статья» за статьей «Эволюция жанра альтернативной истории в российской фантастики», вошедшую в короткий список и отмеченную в жюри за четкость и убедительность, вручается Артёму Гуларяну из города Орлах. Но вот кое-кто членов жюри, кто не поленился посмотреть... — Кто не принялся статью прочитать. — Статью прочитать. — Нет, но всё-таки можно было не смотреть. Хорошо, его здесь нет, конечно же. Мы приступаем к третьей статье. Я, кстати, хочу сказать, что, несмотря на то, что обсуждение очень интересно, может быть, нам чуть-чуть быть более сжатыми к своим врачам. Потому что мы только две статьи обсудили, а наши три статьи — 13 лететь. — А водка греется. — Да, водка греется, шампанская тоже согревается. — Какая статья? — Итак, статья номер 16. «Летописец». К вопросу о принципах композиционного построения летописей. Эта статья набрала 42 балла, так же, как и предыдущая. — Наверное, Антон, да, у тебя тут рассказывается? — Летописец к вопросу о принципах композиционного построения летописи. В общем, когда я скажу статью, у меня было одно слово всё время крутилось на языке — «ёрничание». Хотя сам, в общем, обсуждаемый автор обсуждается в этой статье автором Дмитрий Быков, он вообще-то склонен к этому «ёрничанию» сам по себе. Но всё-таки хотелось бы увидеть некое серьёзное исследование на тему творчества, а не какие-то мысли. Я цитирую эти цитаты «какие-то мысли». Так, автор нам характеризует собственные тексты. В общем-то, по уровню статьи мне было, я что читаю, только, знаете, обыкновенную совершенно сетевую статью, которую море в сети. Короче, так сказать, хочется высказаться с чего-то там, так сказать, по Быкову. В особенности в комментах его же стихам, которые постоянно актуальны стихи, которые постоянно публикуют. И вот примерно такой же, а такой же уровень аналитики был у этой статьи. «Зачем-то целая страница отведена под обсуждение литературных премий? Я не помню, зачем это там, кому это надо». Огромное количество цитат, которые затрудняют восприятие. Собственно, нам нужно было анализ проводить, иницитировать всё время Быкова. Собственно, идея главная, работая как методописцы эпохи, фанальная, он со мной всё время озвучивает. Да, в сравнении с Набоковым выглядит натянутым. Ну, в общем, перед нами итог такой. Перед нами не полноценная статья, а некая заготовка, которая требует серьёзной доработки и больше работы мысли. Несколько оценку, поэтому поставьте. Да, общая работа и настояние все тренды. Да, значит, я могу сказать, что у меня вот как раз материал рассматриваем, как бы претендующий на то, чтобы быть рассмотрен в этой статье, как бы он очень интересен, но это абсолютно, так сказать, какое-то порхание, так сказать, такой бабочки, так сказать, причём такой бабочки не сильно интересной ночной такой. А вот, значит, лёгкость в мыслях не обыкновенная, как бы, так сказать, вот оценки, так сказать, и реакции, как бы они ничем не мотивированы и достаточно, на мой взгляд, нелепы. Вот, то есть, как бы, не, так сказать, чему читать быково, так сказать, послушанная такая оценка его стихов. Ну, ребят, ну, стихи-то, как бы, легкорестные, в промтике такие, у него всё остальное гораздо интереснее, чем стихи. И, так сказать, какой-то он гетописец, понимаете, да, он себя называет гетописецом в современности, но он нифига, так сказать, быков не гетописец в современности, и не этим он интересен. Вот, он, так сказать, наоборот, своим, как бы, таким переимчивым и талантом очень хорошо, так сказать, встречается, так сказать, другим эпохам, и достаточно, так сказать, если не убедительно, то, во всяком случае, достаточно интересно и, так сказать, необычно их рассматривает. И, конечно, так сказать, какое сравнение с ранним Я не скажу, что я такой безумный поклонник Навокола, что раннего, что позднего, но все-таки автор принципиально различный. Моя оценка низкая. Я могу сказать, что статья, с одной стороны, слишком длинная, с другой стороны, слишком короткая. Слишком длинная она, чтобы почитать ее с наскоку насквозь. Слишком короткая, для того, чтобы охватить такую действительно необъятную тему, как Дмитрий Львович был. Далее. Да, как, собственно, сам автор написал, это скорее мысли по поводу, мысли довольно разрозненные, довольно, опять же, сумбурные, чем целостная, законченная статья. Не очень понятно, к чему подводят, каковы выводы автора. Ну вот, кроме этого, достаточно банального быкового с эпохи, что, собственно, вынесено в заголовок. В общем, заголовком можно было ограничиться. И, не безупречно по стилю, первая, вторая фраза. Я долго ждал, много лет дожидался момента, когда, кроме восторженного визга по поводу творчества Быкова, в моей голове возникнут какие-то мысли. Визг, восторженный визг в голове, это… С материалом не очень точно поработано, не очень тщательно. Например, «Синдром Черныша», насколько я знаю, пока еще не вышел. Замечательная фраза. Обидно, что о прозе Быкова все-таки пишут, а о поэзии не куплены. Это, мягко говоря, не так. Да, 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 да. Вот. Оценка довольно средняя, но, в общем, статья вам так далее. Спасибо. Ну, в общем, я бы сказала, что, опять, как бы вам, здесь с Васей солидарином совершенно не только в России. Статью, в принципе, можно не дочитывать после слов. «Юмор мой», но абсолютно в духе Быковского сборника. Когда рецензент решает посоперничать с цензируемым автором на его поле, это уже какой-то иной жанр за рамками нашего конкурса. И уж точно не хочется дочитывать этот текст после фамильярного и развязанного. Вот ведь прошибло Дмитрия. Если уж кого-то и чем-то прошибло, то, скорее, автора статьи, мысль которого прихотливо скачет от одного романа к другому, возвращается и снова скачет. За Дмитрия Львовича вообще обидно. Хотя мне его романы не нравятся вовсе, пишет Арбекман, автор статьи «Летописец» делает все возможное, чтобы после его малоосмысленного и неряшливого текста самого Быкова хотелось бы защитить. Мнение Андрея Чербака Жукова. «Многое в статье хорошо и очень верно, но глыбище Быков столь велик, что его творчество не охватить в таком сравнительно небольшом исследовании. Отсюда сумбурность текста, автора хватается то за одно произведение, то за другое, хоть бы хронология соблюдалась, ведь в творчестве Быкова явно прослеживается некая примерственность тем и сверхидея». «Тяжело говорить после года молчания, но будем считать, что это было немного молчания и не по автору. Итак, я позволю себе слегка не согласиться с глубоко почитаемым еще два грехла, потому как как-то усмотреть в Быкове гром камень, в купе с фигурой наем трудно мне означает, что как-то оно спорно. Но спорно, в той же мере, какое спорное утверждение автора данной статьи. Здесь получилась интересная штука. Была попытка предпринять некий анализ творчества. Кстати, опять же, необязательно соблюдать при этом жесткую хронологию. Иногда можно эту хронологию подключить, бог знает как, для того, чтобы, наоборот, получить некую собственную тобой открытую во всем этом логику. Тоже возможно. Так что такую приказу я бы тоже предъявлять не стала. А вот то, что мысли как-то плащковаты, то, что, конечно, интересная попытка, и мне нравится такой подход, вообще попробовать написать в стилистике, даже автору, в пандам ему как бы. Ну, тогда нужно быть, может, как люди, уграбные люди. Опять же, при моем более скептическом отношении к Жукову, чем у Щербака Кругова, как бы. Но я не могу считать, что автор дотягивает до Буховского уровня. Опять же, полностью согласен с тем, что те самые длиннющие цитаты, ну, ни к чему они здесь совершенно. То есть, и получается что? Получается, опять вот то же самое. Человеку приходит идея сделать что-то хорошее, а дальше начинается. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Действительно, почему не написать статью о Быкове? Тема достойная. Можно по-разному к нему относиться, можно разное о нем написать. Наверное, в принципе, из статьи достойных статьей обыкновений можно будет собрать книгу. Увы, я не знаю, что это я в него пошел. И вот за эту статью… Вы знаете, на самом деле, прежде чем я это объявлю, я хочу сказать… Что опять окулушки? Нет. Нет, это не опять окул. В этом году мне было очень трудно из комментариев жюри выбрать те фрагменты, те формулировки, которые могли бы достойно представлять статью на дипломе. То есть очень сложно. Причем… Да, чтобы не обругать. Потому что даже это касается тех статей и рецидий, которые заняли призовые места. А тех вообще было очень сложно что-то найти. Отличные рецидии. Хорошие рецидии. Я же не могу в дипломе написать. Отличные рецидии. Это хорошая рецидия. Хорошая годная рецидия. Все-таки это же не тролль, а рецидия. Поэтому как-то вот хотелось что-то найти другое. Но вот эта статья отмечена в жюри за честный анализ быковской прозы. Это было сделано искренне. Итак, диплом уходит Юрию Брехову в город Волгоград. За попытку честно. За попытку честно. За попытку честно. За попытку честно. Нельзя же написать за попытку негодными средствами? Нет. Про средства можно говорить артично. А. Чтобы оно читалось. Хорошо. Следующая статья, которая набрала 50 баллов. Это статья «Коллективный Тарли». Я тоже. Увы. Пожалуйста. Ну, давайте я. Ну, статья производит такое впечатление. С одной стороны, желание автора анализировать такое популярное направление, соединенные фантастики, как попаданчество, оборотное, вызывает сочувствие. В общем-то, даже интерес определенный. С одной стороны, желания все-таки маловато. Автору не хватает навыков, полноценного анализа, обширной темы. Он все время как-то откатывается назад, какие-то придумывают аргументы по поводу рассказа. То есть, не сразу сформулировал, что он хочет сказать, а придумывает, собственно, комплекс, так сказать, доказательств уже по ходу. Указалось, что, ну, у меня было ощущение, что он просто не готов к серьезному разговору, его москвичения кажутся вздорными, некоторые даже, кажется, притянутся за уши и поверхностями. Кроме того, и, на мой взгляд, это главный недостаток статьи, в этих всех статьях есть такой недостаток, но здесь очень четко выражен, что эта статья четко ориентирована на компетентного любителя фантастики, который, в общем-то, в принципе, и без автора все знает об этом. То есть, еще один рассказ. То есть, если бы это было опубликовано, так сказать, в «Фензине», то нормально, наверное, для «Фензина» этот уровень вполне себе подходящий. Ну, я так понимаю, что все-таки мы ориентируемся, да, мы ориентируемся, да, все-таки здесь фан-критик, конкурс который подразумевает, что здесь обсуждаются вещи, рассчитанные на максимальную аудиторию, а не только быть в фантастики компетентной. Да. Ну, во-первых, чересчур много умных слов, при этом написано довольно корявенько. Ну, вот, например, автор не очень понимает, зачем он эти слова использует, что они означают людям требуется саморефлексивность. То есть, требуется, требуется, она проходит, она неизбежит. Это полезно даже к геморроидальным отношениям. Ну, разве что, да, разве что так. Вообще написано довольно коряво, то есть не душ коряво, не внято, не коряво, именно не внято. Вот, например, первая же фраза. Единственная собственная история – это проблема, характерная для любого общества, пережившего потрясение. Что имел в виду автор? Что эта фраза, какое у нее содержание, какой у нее смысл? Я не понял, пока я не прочитал всю статью, я не понял, что имел в виду автор. Когда фраза вот так вот повисает в воздухе, ее можно вычеркнуть, совершенно лишним, она не нужна. Язык – главный дух публициста. Если ты хорошо работаешь языком, ты можешь доказать любую самую парадоксальную мысль. Здесь, к сожалению, мы этого не имеем. В общем, автору есть над чем работать, есть в этом тексте интересные наблюдения, но они, к сожалению, не раскрыты и не аргументированы. Поэтому балл чуть выше среднего. Спасибо. Андрей Шербакжук по оценю я поставил эту статью на 10 баллов и сказал нескромно. Хорошая статья, но несколько суммурно. К сожалению, больше ничего не могу сказать. А Роман Арбекман был несколько более пространен в своих комментариях. Хотя стиль автора статьи оставляет желать много лучшего. И цитата. Образ империи уже не давит всем собранием черных красок. Будем благодарны ему за то, что он попытался, как мог, рационализировать попадальческую тему фантастики и найти ей сверхзадачу. Но применить найденное негде. Вида в том, что автор угодил не по адресу, шел в библиотеку, а попал в холодильник с припасами. Рассматриваемый им самым серьезным видом жанр кухонных альтернатив, сегодняшняя Россия находится на таком позорно низком литературном и политическом уровне, что ни авторам, ни издателям не дорепляется. Вместо коллективного Тарли имеет место коллективное Дарья Донцова, обуреваемое имперскими и прочими комплексами, но ничуть одних не страдающие. Этот отзыв я зачитала с детку. По-моему, он лучше, чем статья. Ну, я могу сказать вот, что, видите, у меня такое ощущение, может быть, ошибочное, не знаю, особо не знаю, кто автор, у меня ощущение, что автор сам по себе музыка умнее своего тела. У меня ощущение, что автор просто проиграл, причем проиграл. Во-первых, поставить себе уже третую задачу. Ведь в сущности, когда действительно счастлива, подать счастлива эта притча, проанализировать это действительно интересно, прав автор, прав. А вот дальше начинается. Язык, он высунка для всех, и для публициста, и для прозаика, и для поэта, и для кого хуже. Это основа основ. А вот здесь в языке нет жизни. Вот в чем все дело. Это написано, прежде всего, скучно. Это какой-то непонятный гибрид газеты «Правда» со статьей, действительно, самой 70-х годов из Пушкинского дома. Это просто скучно. Вот в чем вся беда. Да, перечислено. Да, есть некоторые свои мысли. Для этих мыслей слишком длинно. Все то, что он хотел сказать, можно было уложить в объем вдвое меньше, по крайней мере. Но, опять-таки, вот как и в предыдущих случаях, очень интересно авторы, почему доставят перед собой правильные цели, а дальше проверки. Почему? Не понимая убийцу. Этот автор действительно участвует уже не первый год в нашем конкурсе, и частенько его тексты проходят в короткий список, но не всегда занимают призовые места, не всегда получают высокие оценки жюри. Да, это Станислав Бескаравайна из Днепропетровска, и он получает диплом за рецензию, вошедшую в короткий список, и отмеченную за статью, извините, вошедшую в короткий список и отмеченную в жюри за эрудированность партнера и благородное стремление проанализировать тему попадающего. В общем, он пишет на него все такие статьи. Так, следующая статья и статья, которая… Призовая. Призовая, да, которая получила самый высокий балл и заняла первое место. Это статья номер 53 «Расист или эльфы Толкина». И она, кстати, взяла первое место с отрывом предыдущей только в один балл. Так что, думаю, мы о ней тоже сейчас слышим много интересного. Здесь я могу начать, да. Значит, на самом деле, как бы, вот это тоже вояк, это самое, потому что сама статья, мне, как бы, на форме прочих, в общем-то, скорее понравилась, чем мне. Мне настолько, как бы, так сказать, чужда сама эта тема, так сказать, в таком развороте, потому что, ну, это что? Это, так сказать, для какого-то, так сказать, узкого круга, так сказать, безумных мукинотов, как-то написано, которые там выйдут во все дыры, так сказать, во все. Ну, понятно, что значит «Расисты», понимание это на какие, так сказать, вымирающие, так сказать, вымирающие, как бы, аристократы, вырождающиеся, да, которые, как бы, так сказать, они с одной стороны чувствуют разницу, она действительно есть, эта разница, но с другой-то стороны, как бы, они стараются, грубо говоря, хоть, так сказать, какого-то, так сказать, себе найти, хоть из этого негодного материала, чего-то, я не вполне, так сказать, буду желательно тем, кто, так сказать, подает хотя бы малейшие шансы. чтобы сравнить. Я не большой любитель литературы про эльфов, цельфов и гибелинов. Кроме этого проекта Толкина, который мне подарили в 19-м лет на английском языке, тогда еще не было перевода. Я ее дочитывал в последних книгах, открывал снова первую, так было шесть раз, поэтому я не читал ни одного русского перевода, не видел ни одного фильма, не могу вынести. Я ни то, ни мое. И больше я ни одних книжек про эльфов не читал, а потому что по той же ровно причине. Я сужу только из текста, там никакой проблемы, поставленной в статье, вообще не звучит. Спасибо. Балл достаточно высокий. Ну вот это вот как раз я могу добавить, что это статья любителя, это я любитель. Причем выбран, наверное, самый худший вариант из возможных, то есть даже в Хэнзине она досмотрелась не очень понятно зачем, тема вот на каком-нибудь там в форме фанклаба соответствующих, где все знают, Толки, Перумов, Иськов, там когда, да, 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 и прочее, да, всегда бы, видите, сказать, это бы, наверное, понравилось хорошо, потому что тема, кстати, самая интересная в этой статье была затронута тема, в которую бы стоило бы написать хорошее исследование. Это тема вот сопоставления Мордора и Советского Союза, насколько в этом что есть и какая в этом есть, может быть, культурологическая составляющая, историческая, потому что это тема спорная. Нет, это тема на самом деле спорная. Ну, все это тонет вот с таких вот, знаете, я даже специально выписал в своем отзыве в таких вот пассажах известно также, что Арда была искажена во время войны с Малькором, таким образом существует две Арды обрискаженные, то есть та, которая в итоге была создана, обрискаженная, вместо того, которое было с Малькором дворцом, то есть там нет никакого, вроде бы, вроде бы, такое вот желание на планах небольшой атмосферы, было бы интересно, кстати, анализ сделать, а потом вот это во всем этих бесконечных совершенно непонятных в СНГ-сах тонет, поэтому, естественно, это было бы у меня. Поэтому, да, проделана большая работа, ценность, которую близка к нулю. Оставил все-таки пять. Ну, я скажу нечто прям противоположное, я считаю, что любопытно, любопытная тема. Написано в факте, написано достаточно энергично, несмотря на то, что зачитывал сейчас Антон Малыч, тщательно разобран большой массив текстов, выводы убедительны и хорошо обоснованы, в рамках, собственно, поставленных передавками, под поставленными авторами перед собой задачи. Один существенный минус, ну, с этим, по-моему, все согласны, здесь иначе не стало. Автор взял очередь в чайную локальную проблематику, ну, и, конечно, ему помешало бы капелька иронии. Озов Романа Рапетманова. В самом начале автор задает вопрос, что не устраивает наших соотечественников именно в Средиземье? Казалось бы, дальше должен последовать рассказ об экспансии российских граждан Биртолкина методом пропадации и попыток перекраить Средиземье, исходя из постулата исторического реванша с советской цивилизацией. Увы, автор не оправдывает ожигание и всю статью посвящает проблемам эльфов, как если бы этот народ был реальным. Самое печальное, что на поставленный заглавный вопрос автор ответа не дает. Мы так и не узнаем, сумеет ли российский суд привлечь Галадриэль по статье «Разжигание межнациональной розницы». Или как-нибудь все обойдет. Андрей Шербанжуков в кратых. Отличная статья. Хорошо написано, убедительно и просто красиво. И ставит в 12 баллов. Это статья. Я 12 баллов ставил. Ну, это же. На моем глазах? Ну, пожалуй, с Ардекманом я соглашусь в одном, что действительно не первый тот уже случай, когда название имеет очень малое отношение к тексту статьи. Ну, в общем, тут речь идет не о расизме. Это, в общем, такой, я бы сказал, странный гибрид талантософии с богоискательством. И вот с этой точки зрения рассматриваются и эльфы, и их отношения с остальными и прочими. Ну, черт им сусти. Ну, можно и на примерах вымышленного народа, на чем угодно. Но интереснее же и вещи описать. В конце концов, это фантастика изъявится в частности. Дело же не в этом. И, в конце концов, древний египтяник выдуман в не меньшей степени. Но проблема вот в чем. Опять же, вот есть, логика есть, кстати, общая. Но фаназии какими-то зияет, извините меня, лохунами, и в итоге она пунктирна. Приходится достраивать ее мало. Гораздо больше какой-то попутной и, в общем-то, не очень нужной информации. Потому что к той проблеме, о которой здесь говорится, например, то же самое сопоставление Мордора и СССР, но никакого отношения не имеет. А другая совершенно тема, другое все. Здесь вообще не нужно. Отсюда вылетает. Об этом можно было бы, наверное, написать, когда сам Толкин считал, что это не имеет никакого значения. Это как для статьи эта тема затронута. А вот не нужно. То есть, на самом деле, это черновик работы, которую можно было бы превратить в действительно интересную, пусть даже, да, в узком руку специалистов. А многие у нас читают статью, потому что мистики. Ну, некоторые я читаю. Ну, некоторые. Некоторые. Министики я тоже читаю. Но туда немного. Ну, вы знаете, послушав комментарии жюри, я подумаю, что даже в следующем году нам нужно ввести какой-то определенный... Пункт против всех. Нет, не пункт против всех. А, наверное, уровень, ниже которого рецензия не может набрать баллов. То есть, определенную... Порогу увеличилась. Да, порогу увеличилась. Наверное, не могла придумать слово. Потому что, вот судя по комментариям, вот рецензия не должна получить. Ничего, что это статья. Но, тем не менее, первое место именно у нее, потому что самое большое число баллов, 51 баллов. И автор этой статьи это Елена Козлова из города Рязани. Ее здесь нет. Так что диплом, памятный знак и конверты безденежного содержания фриза уйдут в город Рязань и Елене Козловой. Так что диплом, памятный знак и конверты безденежного содержания фриза уйдут в город Рязань и Елене Козловой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова